Сегодня, если не ошибаюсь, 16-е, что ли, февраля 2019 года, на улице, в общем-то, по нашим меркам тепло, что-то там около 8-12 градусов, но я пошел по городу погулять. Поздновато, правда, уже вечер, и вот доехал до Студгородка. Здесь у нас вот сзади меня, видите, кирха, храм такой, очень красивый, на мой взгляд, католический. Меня, конечно, страшно удивило, что он был построен буквально над, возвышаясь над политехническим институтом, нынче научно-исследовательским, там, каким-то, я не знаю, куча всяких названий, техническим университетом. Ну, ладно, это другой разговор. Я вот сейчас вот на улице уже можно рисовать, руки не мерзнут практически. Сейчас попробую сделать рисуночек. Ну, может быть, походу, очень коротко там попытаюсь рассказать вообще, почему, для чего я здесь взялся, вот остановился и буду рисовать. Ну, вот мне нравится там закат. Опять же, я не вижу, как это отражается на камере смартфона. Но почему я здесь остановился? Ну, во-первых, само здание интересное, пластика его взять да нарисовать. Сейчас мне трамвай он тут задавит. Это же кольцо Студгородка. Меня привлекли, вот смотрите, провода. Это сеть, это буквально сетка над городом, над храмом, над нами. Посмотрите, ну, паутина самая настоящая. Вот она. Самая настоящая паутина. И вот этот храм, да, в этой паутине. То есть не все так просто, вот как кажется, встал и нарисовал. Зачем, почему? Конечно, вот всегда, когда я говорю про сверхзадачу, то вот она какая-то присутствует. То есть какая-то, да, мысль, если можно так назвать, какая-то изюминка такая вот, которую хочется передать, усилить. Я мог бы сфотографировать, да, но я думаю, что вот эти провода на фотографии потом надо будет как-то выявлять. А в рисунке я это могу очень акцентировать. А самое главное, иначе подать. Иначе. Вот ведь в чем дело. И вот там вот на дальнем плане, в ограде, видите, крест стоит. Потом там скульптурка какая-то, я не знаю, видно здесь, не видно. И самое интересное, вот там тот розовый, розовая полоска заката за деревьями. Она так ярко выделялась, буквально совсем недавно, сейчас уже стемнело. И видите, в просвете витража в храме там свет горит. Вот этот момент тоже мне интересный. Вот как это все интересно можно сочетать, показать кресты, вот эти два креста повторяющиеся, вот эту паутину, вот эти вот машины. Я сделаю рисуночек, да, маленький. Дело в том, что это эскиз. Вообще все мои вот эти миниатюрки, ничто иное, как мои эскизы к каким-то работам, которые я, наверное, никогда не сделаю. Потому что я, в общем-то, не вижу смысла делать огромные работы, выставлять их кому-то, показывать, чего-то кому-то доказывать. Я вот увидел, сам это зафиксировал, сам сформулировал, сам отразил. Вот что, собственно, я сейчас и сделаю, рисую вот это здание. А может быть, вот еще бы людей вот таких вот захватить, да? Это же наши характерные люди. Вот они тут ходят. Их много у нас. Здрасте. Что делать? Снимаю. Фотографируйте. Вот храм сфотографирую. Храм, да. И вас заодно. Это же католический, да? Так. Вот такое вот у нас общение. Ну ладно, будем рисовать. У нас все-таки, да? У нас пустынка. Ого. Ну, все-таки. Виктор. Угу. 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 ну эскизик я сделал дальше то рисую все понятно я не знаю у меня есть масса аргументов будут ли они для кого-то аргументами но вот в этой работе вот именно в таком рисование вот прямо здесь сейчас я вижу то что я называю честностью для меня вот такой вот набросок тысячу раз более искусство нежели если бы я сделал фотографии кстати забыл сделать фотографию вот ну я думаю если мне надо будет что-то уточнить дома когда буду доделывать ту картинку то я буду использовать фото видео кадры так чтобы подсмотреть вот вот молодежь идет например тоже интересно можно остановиться и порисовать я сегодня как раз об этом думал привет вот я думал об это об этих формах об этих штанах а в этих фигурах которые стали очень характерными в нашем городе вот эти вот парни в подштанниках ну раньше под штанником называлась такой матней между ногами и расширенным тазом это очень мягко выражаясь тоже ведь интересно так мне хочется тут порисовать и акцентировать вот там вот где-то еще стоят да видите такие ну как еще и назвать и это иначе как женоподобные фигуры тоже интересный момент это же иркутяне моя же задача иркутск и иркутяне ну и что надо обязательно ходить надо обязательно что-то выискивать да и ничего не надо выискивать тут стоит голову повернуть направо голову повернуть налево и сюжет для размышлений и для иллюстраций огромное количество я же говорил да что я собственно занимаюсь то к иллюстрации своих рассуждений размышлений своих формул формулирую графически то о чем я думаю сейчас зайду вот сюда вот торговый центр лермонтов а вообще этого места история интересная на четвертом курсе когда учился я как раз делал проект этого места вот этого суд городка всего и вот в частности вот этого места у меня где даже есть чертежи как я это предлагал сделать ну потом я здание здесь не предполагал делать а вот подпорные стенки там я оформлял кстати говоря торговыми помещениями но это совсем отдельная история но потом вот построили вот такой вот современный красавец который стоит напротив теперь вот этого если раньше здание кирхи она как бы осеняла политех который находится сейчас вот за этим зданием он спрятан там вот из окон только можно видеть сейчас он загородил то собственно вот этот мол торговый торговый мол он как бы явился переходным моментом между духовностью католической церковной которая стояла над техническим университетом тоже интересный дуэт да вот прямо он так вот осенял стоял над всем университетом именно католически это было настолько для меня сильное скажем так влияние и явления а потом неожиданно построили вот этот вот экран защитный между политехом и храмом но экран то этот защитный он в форме чего он в форме торгового торгового храма вот чем дело то то есть это вот знаки времени они так интересно характеризуют суть времени то есть был политик в советское время был технический университет один гордый большой огромный супер советский институт государственный в перестроечные годы когда ушла идеология и она поменялась православие еще нет не взяла свои как бы эти самые функции все в свои лапы то не с они не забрало еще как-то было слабое успели построить католический храм ну как бы свобода демократия и все кто мог начали застраиваться ну и первым делом вот дали льготы скажем так в городе условно говоря меньшинством да религиозным и время в то время вот еще не настало восстановление храмов да я имею ввиду православных и первым делом сделали католически ну хорошо бог с вами как говорится да вот потом начали строить православные храмы и сейчас в основном на них как бы так сказать упор и вот этот католический храм как я уже говорил начал осенять технический университет это как раз перестроечные годы годы брожения годы потери идеологии вот стандартный вариант вышел видите охранник теперь на меня так серьезно смотрит что же я тут делаю да сейчас подойдет наверно спросит ну ладно вот и таким образом это отражало время а сегодня засилье торговли вообще торгаши окончательно взяли власть в свои руки они уже замещают это уже новая религия новые храмы и вот тот храм уже смотрится как маленький храм на том месте а тут вот такой вот монстр который уже возвышается и над тем храмом и над политехом такой торгово-развлекательный центр называется Лермонтов ну что зайдем туда посмотрим что у нас там и сверху там поснимаем порисуем и попьем чай и кстати говоря здесь рекомендую есть совсем неплохой арт бутик где я часто покупаю какие-нибудь художественные материалы здесь как правило страшно тесно все рационализировано узко низко ну понятно что выжимают с каждого квадратного метра в общем-то деньги ну хотя все по-современному и примитивно достаточно наверху там есть неплохая столовая для студентов правда не со студенческими ценами это все по-современному и надпись но и надпись все по-современному и надпись Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»